Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я долго отсутствовала, болела. Так что канал мой простаивал, но у меня была очень такая важная задача. Я должна была выздороветь, поправиться до определенной даты. Я очень торопилась, потому что у нас в Краснодаре недавно, и буквально несколько дней назад проходили два таких грандиозных мероприятия, которые были очень для меня важны. Я очень переживала, что не успею поправиться, и не смогу попасть на эти мероприятия, но, слава Богу, у меня все получилось. Мне, конечно же, это далось непросто, потому что я еще тогда прибаливала, не до конца еще выздоровела, но ничего, это меня не остановило. Вот, я напилась лекарств и все-таки поехала, потому что это была региональная конференция компании «Фаберлик», которая проходила в Краснодаре. Вот, сегодня я хочу поговорить с вами именно о ней, об этой конференции. Это была моя первая конференция, на которой я принимала, в которой принимала участие. До этого все конференции смотрела только в записи, на Ютубе. Вот, а тут у меня выпала такая возможность поехать со мной, поучаствовать, видеть все своими глазами, потому что, когда видишь на экране, это одно, когда ты присутствуешь и видишь все своими глазами, поверьте, это совершенно другое. Вот, и, конечно же, я не могла это пропустить. Я приложила все усилия, вот, чтобы попасть туда. Вот, хотя переживала, что не смогу высидеть столько времени на одном месте, потому что мне нужно было еще туда добраться. Я проживаю не в самом Краснодаре, а в Станице. Вот, поэтому мне надо было сначала туда добраться, потом там отбыть, потом вернуться назад. Это все занимает очень много времени. Но меня это не остановило. Цель была поставлена, и мне надо было осуществить то, что я хотела. Сегодня я хочу вам рассказать об этой конференции поподробнее. Вот, кстати, билет на ту конференцию, которую я посетила. Этот билет мне обошелся. 950 рублей, в общем-то, невеликие деньги. Ради такого события, чтобы попасть на него, я думаю, оно того стоило. Вот, и здесь у нас еще были в уголке такие бумажечки липкие. Они нужны были для того, чтобы, в общем, было такое задание для пунктов выдачи нашего края. Кто захочет принять участие в таком интересном конкурсе, нужно было создать в пункту выдачи какую-то фотозону. Вот, и каждый должен был проявить какую-то смекалку, вот, пофантазировать, что-то придумать, чтобы придумать вот эти вот фотозоны людей. И потом, значит, мы должны были вот эти бумажки, которые у нас вот здесь были липкие, мы должны были на перерыве, вот, оставить на той фотозоне, прилепить туда, какая именно фотозона нам понравилась. Вот, конечно же, это все вы в этом видео увидите. Я буду вставлять сюда фото, кусочки видео, которые мы там снимали по ходу, потому что я не могла ни фотографировать и ни снимать. Это очень красиво, красивое помещение, шикарный отель, в котором все это в зале проходило, это конференция. В общем, впечатление, конечно же, море, вот, поэтому фотографии и видео обязательно вы увидите, разные кусочки я буду вставлять. Вот, и хочу, чтобы у вас сложилось хоть какое-то представление о том месте, где я побывала. Конечно же, я там была не одна, со мной были мои два партнера, вот. Вот, и, собственно говоря, они помогали мне тоже делать фото и снимать видео. Мы на региональной конференции Фаберлик. Люба у нас впервые со своим партнером. Как у вас ощущения? Отлично. Нравится? Эмоции зашкаливают. Да? Да. Мы вам желаем, чтобы в следующем году вы здесь стояли, фоткались со своими чеками от директорских званий. Я переживала, что мне не хватит памяти на моем телефоне. Вот, поэтому, в общем, это было такое совместное, скажем так, деяние. Вот, собственно говоря, что же там было на этой конференции? Конечно же, нам показывали продукцию, которая готовится к выпуску. Это новые новинки, которые нас ожидают в ближайшее время. Вот, это и косметика, и нам показывали новую коллекцию одежды. Вот, и, ну, в общем, уходовые там, кое-какие по уходу за телом, за лицом. В общем, много-много чего интересного мы увидели на этой конференции. Выступали, конечно же, лидеры. Вот, всего, конечно же, в словах не передать и не рассказать. Вот, даже мне, я, конечно же, очень не ожидала, но... Мне тоже пришлось немножечко постоять на сцене. Это было очень волнительно. Но коснусь этого немножко позже. Сейчас хочу рассказать, что меня впечатлило больше всего. Конечно же, новинки, это супер, это все здорово, шикарная косметика, которую разрабатывал итальянский специалист. Вот, ну, думаю, это я еще коснусь своих тоже ближайших видео. Потому что все в одном видео все равно не расскажешь. Хочется рассказать очень много, в голове столько информации. Вот, конечно же, впечатлили больше всего те чеки, которые получали наши лидеры за то, что открывали свои новые статусы, новые звания. Вот, как я уже рассказывала в одном из своих видео, вот, статусы начинают, как сказать, присваивать, или, в общем, давать премию за статусы, начинают со статуса директора. Вот, это 55 тысяч, значит, премия и так далее. Там уже идет старший директор, серебряный директор, золотой директор, в общем, рубиновый и так далее, так далее, так далее. Премии доходят просто там до громадных сумм. Вот, в этот раз у нас тоже было очень много лидеров, которых награждали, и простых директоров, и старших директоров, и золотых директоров. Вот, и даже чего я не ожидала увидеть на нашей региональной конференции, потому что обычно такие большие чеки, точнее сказать, не большие чеки, а чеки на большую сумму, вручаются обычно на ежегодных конференциях, которые проходят там в Москве, в этом году была. Вот, ну, в этом году у нас на нашей региональной конференции нашему лидеру Василию Васильевичу вручили чек на миллион рублей, представляете? Это, конечно, очень мотивирует, очень впечатляет, это было увидеть. В общем, это, конечно же, здорово, здорово, когда люди открывают новые статусы, и за это компания выплачивает им такие вот чеки. Вот. Что еще хочу сказать? Ну, про новинки я уже вам сказала, про чеки сказала, конечно же, не ожидала, что сама попаду на сцену, так как я немножечко, конечно же, малюсеньких успехов уже успела добиться за эти месяцы, которые начала заниматься серьезно этим бизнесом. До этого я была просто потребителем, я уже об этом, по-моему, не раз рассказывала, была просто привилегированным потребителем. Вот, потом я стала консультантом, потом стала старшим консультантом, теперь уже я старший консультант и вип-консультант. И, собственно говоря, нас, начинающих вип-консультантов, приглашали в этот раз на сцену. Концентры, директоров на этой сцене. О, у меня суперзвезды! Вы сейчас очень много! О, у меня вип-консультанты! Это все, что начинает делать, первые шаги в бизнесе, в качестве вип-консультанта. Ну, и по традиции, прекрасная фунта. Смотрим на фотографа. Наша Татьяна сегодня большая вторая. Здорово! Спасибо вам! В этом сфере мы провожаем вас новых диспортсультантов в зале. Что, второй раз неожиданно пошла? Да, неожиданно. Все, теперь тогда в следующем году ждем тебя тоже два раза на сцене. С чеками. Да. Надеюсь. Здорово! Какие ощущения? Волнительно! Хочется повторить. Да? Значит, повторишь. Однозначно. Вот я, конечно же, была очень удивлена и была не готова к этому. Вот. Но это, конечно же, очень волнительно. Это здорово. Выйти на сцену. Вы не представляете. Стать перед залом. Когда на тебя все смотрят. Я, конечно же, очень волновалась. Нам дали вот такие вот брошюрки. Нескучный бизнес. Так как это действительно нескучный бизнес, по крайней мере, для меня. Это очень интересный журнал. Я хочу отдельно потом коснуться его, рассказать о нем поподробнее. Здесь как раз в этой брошюре рассказывают о тех лидерах, которые добились больших успехов. Кстати, с одним лидером из этой брошюрки, Роза Гайнудинова, как раз проходил тренинг. Такая встреча. Это проходило на следующий день после конференции. Но об этом я хочу рассказать отдельно, отдельным видео. Хочу рассказать о том, о той встрече, о том тренинге, который она проводила с нами. Это была тоже очень интересная встреча. Но сегодня я хочу с вами поговорить именно о конференции, рассказать вам, поделиться своими впечатлениями, потому что впечатлений было просто море. Вы не представляете. Это так здорово. Я не могу вам рассказать. Это надо видеть своими глазами. Я, конечно же, хотела как можно больше своих знакомых, своих партнеров привезти тоже туда, на ту конференцию, чтобы они увидели все своими глазами. У нас сейчас перерыв. Татьяна, как тебе твоя первая конференция региональная? Какие у тебя эмоции, впечатления? Ты даже умудрилась на сцене побывать два раза. И неожиданно. Только хотела сказать, что я ехала сюда посмотреть на других, как люди получают счет. И так же добиваются. А сама тоже оказалась на сцене? Да, да. Получается, что и мне уже немного постоять на сцене. Говори громче, потому что тебя плохо слышно. Я не очень была, когда мы готовы. Но это очень приятно, скажу я вам. Естественно. Да? И думаешь, что это только первый раз, но не последний. Когда видишь на видео, в записи, ну это, конечно же, ну это не то. Это, конечно, тоже впечатляет все это со стороны. Но когда ты там присутствуешь, вот эта вся сама атмосфера, эти люди, с которыми ты общаешься, знакомишься. В общем, я осталась очень довольна, увидела тех людей, которых не ожидала увидеть, с которыми общалась только по интернету, увидела этих людей вживую, разговаривала с ними. В общем, это здорово. Хочу вам сказать, что я очень довольна, что я очень счастлива, что попала в этот бизнес, что я попала в компанию Фаберлик, что познакомилась с интересными людьми, которые рассказали мне, что действительно, насколько это интересно, насколько здесь большие возможности. Эти люди показали мне, что действительно, эта шкала возможностей просто практически безгранична. И здесь есть куда расти. И это как раз тот случай, когда срабатывает правило, что чем больше ты прилагаешь усилий, больше работаешь, больше занимаешься любимым делом, тем больше ты зарабатываешь, тем больше компания благодарит тебя за это, выплачивает тебе всевозможные премии, выплачивает тебе, так сказать, если говорить обыкновенно простым языком, зарплату. В общем, конечно же, сейчас я еще зарабатываю мало, но я знаю, что здесь кроются большие деньги, что здесь действительно можно заработать. Конечно же, я этого хочу и к этому буду идти. Я сделала свой выбор осознанно, я в своем уме, поверьте. Я говорю не ерунду, я говорю правду. Здесь действительно в этом бизнесе крутятся очень большие деньги. Только надо приложить усилия, надо много терпения, потому что ничего не бывает в этом бизнесе сразу. Здесь все развивается постепенно. Но зато потом, когда уже вы добиваетесь определенного результата, в вашей жизни появляется стабильность. Ну, в общем, настолько меня переполняют эмоции, что я не знаю, смогу ли я вам, смогла ли я вам рассказать все то, что хотела рассказать, передать все эмоции. В общем, мне очень понравилось. Я обязательно буду и дальше ездить на эти конференции. Обязательно хочу попасть на ежегодную конференцию в Москву, которая будет проходить следующей осенью, потому что в этом году я не смогла попасть туда. Но я очень планирую попасть туда в следующем году, в 20-м. Это, конечно же, мероприятие еще громаднее, еще грандиознее, чем наши региональные. И поэтому я мечтаю тоже туда попасть, тоже познакомиться там с лидерами, с людьми, с интересными, и увидеть все своими глазами, посмотреть, как это там все проходит. Там совершенно другая атмосфера. Я, конечно же, хочу попасть и на производство. Там, где изготавливается наша продукция. В общем, планы у меня, конечно, грандиозные. Я знаю, чего я хочу. Я к этому хочу идти, я к этому иду. Может быть, не так быстро, как мне этого хотелось бы, но останавливаться я не собираюсь. Пускай буду продвигаться так, как смогу. Но обязательно вперед, только вперед. Потому что я вижу цель, вижу, к чему я иду, вижу себя здесь. Поэтому с вами делюсь и рассказываю. Когда я только все начинала, это, наверное, было 4 месяца назад, я, когда снимала свое первое видео, вам рассказывала все, что я буду здесь узнавать. Обязательно буду об этом всем рассказывать, делиться с вами, чтобы вы видели, чего я добилась, к чему иду. В общем, я стараюсь вам рассказать обо всем, что узнаю. Конечно же, есть определенные пробелы, которые я еще хочу восполнить. Еще много чего хочу вам рассказать. Поэтому, друзья мои, следите за моими видео. У меня планов громадье. Я много напланировала. Много чего хочу снять интересного, вам рассказать, показать. Поэтому заходите на мой канал, смотрите мои видео. Думаю, кому-то будет это, возможно, интересно. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, будете получать уведомления о моих следующих видео. Друзья мои, все мои контакты, ссылочки, все, как всегда, внизу под видео. Жду вас у себя на канале. Обязательно расскажу вам о той встрече, которая у нас прошла с Розой Гринудиновой. Это очень такой успешный лидер. Она добилась больших результатов. Я обязательно вам хочу о ней рассказать в одном из ближайших своих видео. Сейчас даже я вам сейчас ее постараюсь найти в этой брошюрке. Наверное, я уже ее пролистала. Вот она. Бриллиантовый директор Розы Ганудинова. Вот она, смотрите. Молодая, прекрасная женщина, которая добилась больших результатов, но не хочу сейчас сильно подробно о ней говорить. Хочу снять о ней отдельное видео о том, как проходила наша встреча. Поэтому, друзья мои, сегодня я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Жду вас у себя на канале. Увидимся всем. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова